В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев подписал постановление и 6 числа у нас садики открыты. Бассейн, спортзал, компьютерный класс. Открыли новые корпуса детского сада «Бригантина». Мы спокойно можем обходиться вновь построенной котельной. Обновленная котельная в Малаховке. Готовность объекта к зиме проверил Владимир Ружицкий. Ремонт дорог в округе. План на этот год – 17 километров. Как ведутся работы? Верить друг другу. Доверие и все. Я ревности не признавал. День семьи, любви и верности. Как напоминание о главном, люберецкие семьи принимали поздравления. Дети, которые поступают в этом году в ВУЗы, они получают дополнительные баллы вступительным экзаменам. Как получить золотой знак отличия ГТО? Обо всех условиях и требованиях в выпуске. ЖКХ, благоустройство, безопасность. Эти и другие темы обсудили на еженедельном заседании оперативного штаба в администрации Люберец. Руководители управления ведомств подвели итоги проделанной работы за прошлую неделю. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Личный состав Люберецкой полиции продолжает внести службу в усиленном режиме. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Кроме того, на прошлой неделе стражи порядка работали на избирательных участках. В то время, когда одни сотрудники МВД обеспечивали безопасность на голосовании, другие раскрывали преступления. Было получено 2150 обращений. 29 преступлений было совершено, 23 раскрыты по горячим следам. Также было 148 ДТП. Из них 4 пострадавшие. 62 выезда по сигналу тревоги, ликвидация 10 пожаров и помощь коллегам из соседнего района. Такой выдалась неделя Люберецких огнеборцев. На возгораниях, которые произошли на территории округа, пострадавших не было. 1 июля, Выборцев, Горстановый, дом 4. Строительные мусор, здравостройки. Второй пожар в Выборцевых, это города 6 июля, поселок Мавку, Соколин, дом 13, дом 30. Пострадавших на территории частного домовладения. В городском округе продолжают действовать антивирусные меры. Ежедневно в местах скопления людей проводится дезинфекция. Санитарной обработке подвергаются детские спортивные площадки и остановке общественного транспорта. При уборке подъезда в управляющей компании по-прежнему используют хлора и спиртосодержащие растворы. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в социальных сетях по вопросу уборки мест общего поля для дезинфекции. Наблюдается снижение поступивших обращений. Участники заседания выслушали доклады о ремонте и содержании дорог, ознакомились с работой службы 112 центра занятости и Люберецкой областной больницы, а также выслушали обращения жителей, поступающих в администрацию. На этот раз люберчане просят привести в порядок территорию на улице Попова, убрать строительный мусор с улицы Озерная, а также отремонтировать ямы в поселке Октябрьский. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, городской округ Люберцы посетил министр строительного комплекса столичного региона Владимир Локтев. Цель рабочего визита – ознакомиться с теми проблемами, о которых сообщили жители в своих обращениях. Все подробности далее. Знакомство с самыми актуальными вопросами, которые затрагивают жители округа, началось в муниципальном центре управления регионом. Это единая система, где отображается вся информация, жалоба, ответ, решение проблемы, оценка проведенной работы. Некоторые обращения рассмотрели детально. По каждому профильному блоку представили общую картину. За прошедшую неделю в слайдах Министерства госуправления не представлены работы, которые были на нашей территории зафиксированы как неудовлетворительные. У нас есть проблемы, но тем не менее мы остаемся в середине, как видно. Мы стремимся к лидерам, которые показывают нам пример. Но и не отстаем. Больше всего обращений связано с благоустройством территорий. Чтобы изучить обстановку детальнее, Владимир Локтев совместно с главой округа совершил обход центральной части Люберец. Маршрут, по которому прошла инспекция, затронул Октябрьский проспект, а также улицы Смирновская, Волковская, Красная и Кирова. Основные проблемы – это ямы во дворах, ямы на дорогах. Сейчас начался сезон по их ликвидации. Мы сейчас прошли по городу, видим, что в городе достаточно чисто, ямочный ремонт ведется, ямы заделываются. Я думаю, что те проблемы, на которые мы обратили внимание, мы их, во-первых, проконтролируем, чтобы они были решены. Город – это живой организм. И постоянно возникают некие вопросы, проблемы. И задача администрации, служб городских – все это вовремя устранять, вовремя реагировать, не дожидая жилов жителей. Опираясь на такой подход, ведется и строительство пристройки к детской школе. Из-за приостановки работ в пандемию сейчас рабочим приходится выполнять план в сжатые сроки. Для этого на объект вывели дополнительные силы. Теперь здесь одновременно трудятся 250 строителей. Как удается нагнать график, министр проверил лично. Буквально с понедельника должны быть завершены все черновые работы. И коллеги комплексно переходят на благоустройство, которое должно сделать в течение 20-25 дней. И выходят на чистовую отделку этой школы. Для нас план вести ее и открыть к 1 сентября. Я думаю, что при том подходе, который есть сейчас, коллеги его реализуют. Дальнейшее строительство кадетской школы Владимир Локти взял под личный контроль. А на устранение проблемных точек, выявленных во время обхода Люберец, министр дал 10 дней. Общестроительные работы в пристройке к кадетской школе должны завершить к концу июля. Такую задачу перед подрядчиками поставил глава округа Владимир Ружицкий. Накануне он провел выездное совещание на стройплощадке. На месте возведения новой школы побывала и наша съемочная группа. Блок для начальных классов кадетской школы строится по 12 часов в сутки без выходных. Каждый день на стройплощадку выходит более 200 человек, чтобы нагнать сбавленный из-за коронавируса темп. Сейчас рабочие завершают монтаж фасада. Внутренние инженерные сети уже проложены. Черновая отделка помещений на заключительном этапе. Идут, в принципе, чистовая. Отделка – это монтаж плитки, покраска. Подключение к наружным сетям электроснабжения произведено. Сегодня, кстати, было переключение. Тепло – врезаемся на пятницу, мы определили. Вода и канализование уже врезаны. С ходом строительства ознакомился Владимир Ружицкий. Возведение этого здания глава Люберет держит под особым контролем. Несмотря на вынужденную двухмесячную остановку работ, школа должна открыться 1 сентября. Я провел очередное совещание, все в графике, сбоев нет. Самое главное, что есть поставка комплектующих. Сегодня все на стройке. Полностью школа укомплектована всем необходимым. Это все, что касается вентиляции, все, что касается столовой, все, что касается электрической части. Есть все, есть в наличии. Завершение общестроительных работ намечено на конец этого месяца. До 15 августа строители должны полностью справиться с чистовой отделкой. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию необходимо получить не позднее, чем за 10 дней до старта нового учебного года. Сроки сжатые, но, по оценкам экспертов, реальные. В Люберцах открылись сразу два новых корпуса детского сада «Бригантина». Новые здания заработали на улицах Барыкина и Вертолетной. Что ждет малышей в «Бригантине», выяснял наш корреспондент. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев подписал постановление, и 6 числа у нас садики открыты. Ура! После снятия ограничений для маленьких воспитанников свои двери открывают и новые дошкольные учреждения. Так, на Вертолетной улице заработал только что построенный корпус детского сада «Бригантина». 70 сотрудников нового здания уже готовы встретить около 250 детей. В период пандемии были многие организации на удаленке, но мы старались все-таки своевременно и укладываться в рамки того времени, который нам диктует и Министерство образования, и Управление образованием. Мы открыли детские сады вовремя. Не забыли и про санитарную безопасность. Как во всех дошкольных учреждениях, в новом корпусе детского сада также действует утвержденный Минздравом стандарт работы. Естественно, все сотрудники, которые поступают на работу в новые корпуса и в действующие корпуса, они проходят обязательный анализ на ковид. Социальную дистанцию мы так и соблюдаем. Нам от нее сейчас никуда не деться. Естественно, масочный режим, перчаточный режим. Глава округа Владимир Ружицкий посетил торжественное открытие нового корпуса и лично поздравил заведующую детским садом с этим событием. Заодно он оценил и оснащение только что построенного учреждения. Понятно, что из года в год этот садик будет хорошать, потому что деревья будут подрастать, травка укоренится. Но само здание замечательное, оно стало украшением всего того, что построено в данном микрорайоне. Наша маленькая задача, Елена Михайловна, с вашим коллективом – создавать все условия, чтобы детишки бежали в сад и с неохотой уходили из садика домой. Тем более, что для комфортного и полезного времяпрепровождения малышей созданы все условия – светлые, просторные и полностью оснащенные комнаты, компьютерный класс, спортивный зал и бассейн. Также для детей будут организованы дополнительные кружки. Котельные городского округа Люберцы готовят к предстоящему отопительному сезону. И если на одних объектах достаточно провести плановый профилактический ремонт, то для работоспособности других нужны более масштабные вложения. Наша съемочная группа побывала в Малаховке. Там сейчас завершается реконструкция одной из старейших котельных. Котельная на Быковском шоссе построена ровно 60 лет назад. Она обеспечивает теплом и горячей водой территорию МЭС, куда входит 62 многоквартирных дома, 4 школы, детский сад и поликлиника. Со временем котельная перестала справляться с нагрузками. Мощность, которая потреблялась в этой котельной, была более 19 гиг в час. А котельная вырабатывала всего 9. Поэтому здесь, когда морозы зимой задаваться, то понятно, что шли жалобы и недовольства были. Решить эту проблему помогла масштабная реконструкция. На территории старой котельной построили еще один блок и установили в нем современные котлы, тем самым увеличив мощность более чем в два раза. В зимний период времени в любом случае будут работать две котельные при особо низких температурах. При температуре где-то до нуля градусов мы спокойно можем обходиться вновь построенной котельной, которая на 12 гиг. Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы. Руководство теплосети оформляет документы на разрешение ввода объекта в эксплуатацию. Получить паспорт готовности котельной к предстоящему отопительному сезону планируют в середине сентября. Уиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе продолжается ремонт дорог. В этом году отремонтируют 34 участка общей протяженностью 17 километров. На очереди Наташинская улица. Дорожный участок длиной почти 600 метров получил новое покрытие. Самосвалы один за одним привозят горячий асфальт. Дорожное полотно площадью почти 6000 квадратных метров рабочие поменяют всего за один день. Чтобы успеть в срок, на участке одновременно трудятся 15 сотрудников подрядной организации. Параллельно ведется ремонт и на другом участке. В Октябрьском завершены подготовительные работы на улице Пролетарская. Совсем скоро там тоже появится новый асфальт. Офис крупнейшего предприятия в России по трейдингу металлопроката работает в Октябрьском. Брок Инвест Сервис поставляет продукцию на основные стройки и предприятия страны, в том числе на объекты медицины. Именно поэтому даже в пандемию компания не приостанавливала свою деятельность ни на один день. С рабочим визитом предприятие посетил Владимир Ужецкий. От забора до небоскреба. Брок Инвест Сервис – крупнейшая компания по трейдингу металлопроката, который служит основой всему, что нас окружает. Офис в Октябрьском – один из 15 филиалов. Это огромные складские помещения, где хранят металл от поставщиков со всей России. Здесь же работает производство, где изготавливают собственную продукцию. В этой компании мы занимаемся производством мебельной трубы и металлических карточек плюс штрипс для других производственных компаний. И мы являлись поставщиками в период строительства, в особенности множеством медицинских учреждений и срочного характера. Соответственно, мы не останавливались. Мы работали на коммунарку, мы работали еще на несколько клиник, на которые поставляли металлопрокат. Времена пандемии все равно стали нелегкими для компаний. Падение экономики вынуждает их работать в ноль. Однако руководство предприятия делает все, чтобы не растерять коллектив. В Люберецком офисе Брок Инвест Сервиса сумели оставить всех 345 сотрудников. Я думаю, что у предприятия есть будущее. Мы сегодня порассуждали с директором. У них сегодня, по сути, две линии металлопроката. Они думают о третьей, потому что заказы едут, заказы поступают. И это, по сути, радует, потому что для этого развития это доходы бюджета, но это заработная плата наших жителей. Поэтому подобные предприятия мы будем поддерживать. А чтобы все работало слаженно в тренинговой компании. Заботиться и о здоровье, чтобы не допустить заболеваний у сотрудников, здесь разделили социальные потоки и строго следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах в штатном режиме заработали многофункциональные центры. Как и прежде, жители округа могут посещать офисы МФЦ по предварительной записи, либо в порядке живой очереди. Из-за пандемии изменились правила нахождения внутри отделения. Все подробности у Луизы Егезарян. Отделение МФЦ распахнули свои двери для всех посетителей 1 июля. За время самоизоляции у жителей округа накопились вопросы о получении документов. За день центральный офис принимает около тысячи заявителей. Каждое окно обслуживает 40 человек. Дожидаться своей очереди приходится на улице. В здание пускают строго по одному. Каждому посетителю при входе измеряют температуру и выдают средства защиты. В самом помещении также соблюдается социальная дистанция. Не забывать о новых правилах помогает разметка. Здесь делается постоянная дезинфекция. Здесь есть специальные приборы, которые, скажем, излучатели инфракрасные, инфрафиолетовые. Для того, чтобы этот вирус уничтожать. Здесь все меры предосторожности приняты. Прежнему режиму работы многофункциональные центры возвращались постепенно. В конце мая офисы начали прием юридических лиц, а в начале июня – физических. Но перечень услуг была ограничена. Посетители обслуживали только по предварительной записи. Сейчас отделения МФЦ работают на полную мощность и оказывают все виды федеральных, региональных и муниципальных услуг. Луица Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах начала работу общественная приемная союза патриотических организаций. Здесь помогут ветеранам военных конфликтов, детям войны и семьям погибших в боевых действиях. Как вступить в ряды общественных организаций, где и когда открыта приемная в сюжете Александра Колганова. Хочу пожелать всем, без исключения, плодотворной работы на благо нашего Люберецкого округа. Так своим коллегам дает напутствие председатель одной из шести окружных общественно-патриотических организаций. Среди них Дети войны в Октябрьском, Организация ветеранов Гвардия, Совет вдов и матерей погибших в войнах, Молодежный клуб, Совет ветеранов МВД и Военно-патриотический клуб Воинская дружина. Все они объединились под одной крышей. Сегодня мы создали союз общественных организаций, и все это повлекло именно образованию в период пандемии, когда мы вынуждены были объединиться, сплотиться в помощи детям, ветеранам, ну и возраст пенсионных, в том числе и ветеранам боевых действий. Новое объединение охватывает более шести тысяч человек. Здесь им помогут получить положенные льготы и пособия, окажут юридическую помощь. И это только одно из направлений работы новой организации. Основная задача – это именно помочь молодому поколению найти себя. И воспитание, естественно, патриотически настроенных граждан. Молодежный клуб проводит для детей зорницы, организует почетные караулы у памятников. В Томилино работает спортзал боевых единоборств. Заработали детские мастерские. В летний период приемная работает по будням. Начиная с сентября помощь можно будет получить по выходным дням. В конце июля для удобства жителей «Союз» откроет филиал на улице Мира. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий проверил содержание парка сказок в Томилине. Это место притяжения не только местных жителей, но и гостей из соседних регионов. О том, как поддерживается чистота и порядок в популярной зоне отдыха, узнаем из сюжета. «30 лет назад была беда. Заросли ужасные. Ни лавочек не было, ни скамеечки. У меня самой двояшки были, мне даже посидеть негде было. А сейчас великолепно, и дети гуляют, и всем нравится». Старожилы Томилино считают этот парк главной достопримечательностью поселка. Он отличается красотой и уникальностью. Здесь можно не только гулять на свежем воздухе, но и рассматривать сказочных персонажей. У каждого посетителя свое любимое занятие. «Мы обычно кормим. Площадь лесопарковой зоны превышает 30 гектаров, 15 из которых благоустроенная территория, комфортная для прогулок, занятий спортом и игр на свежем воздухе. Такой большой участок требует постоянного ухода и порядка. И каждый день десятки человек задействованы в этой работе». «В Люберецком округу создана дирекция парков. Задача у них поддерживать не только Томилинский парк, а еще 14 парков, которые находятся в городском округе. Периодически, естественно, проводятся и покос травы, и покосы деревьев». Немало внимания уделяют и порядку общественному. На территории парка установлено 16 камер видеонаблюдения и две кнопки экстренного вызова полиции. Зону отдыха ежедневно патрулируют народные дружинники. Уже 12-й год подряд, 8 июля, Россия отмечает День семьи, любви и верности. Дата не случайна. В православном календаре это День памяти святых Петра и Февронии. Они покровители супругов семьи. В округе честовали юбиляров супружеской жизни и тех, кто только начинает свой совместный путь. К поздравлениям и торжествам присоединилась наша съемочная группа. Курсант Житомовского училища идет в парке со сменой в руках. Это был величайший аппарат. Стоит девочка, ее там кто-то фотографирует. Ну я смену на нее, она отвернулась. Ну думаю, никуда не денешься, подождем. В тот день ему все-таки удалось сфотографировать прекрасную незнакомку. Первую встречу со своей супругой Николай Поменчук помнит в мельчайших деталях. Ведь это знакомство оказалось судьбоносным. Уже 64 года они идут по жизни рука об руку. У каждого свое. С моей стороны, кажется, надо больше молчать, сдержанным быть. Главное – верить друг другу. Доверие и все. Я ревности не признавала. В День семьи, любви и верности во дворе дома супругов-долгожителей устроили праздник. Виновников торжества поздравили творческие коллективы и руководство округа. Я искренне хотел бы сказать слова и благодарности, пожелать долголетия и супружеского, и человеческого, и счастья. Владимир Ружицкий вручил семейной паре медаль за любовь и верность. К поздравлениям присоединились сотрудники соцзащиты и депутат Мамед Азизов. С праздником вас! Днем семьи, любви и верности! В День семьи, любви и верности чествовали и тех, кто сделал первый шаг к совместной жизни, связал себя узами брака. Виктор и Надежда вместе уже пять лет всегда мечтали сыграть свадьбу в особенный день. 8 июля, по их мнению, и есть та самая счастливая дата. Потому что такой замечательный праздник. Ну вот мы постарались, чтобы это произошло именно в этот день. Достаточно долго вместе. Мы любим друг друга, понимаем. И это очередной этап нашей совместной семейной жизни. Новоиспеченных супругов поздравил первый заместитель главы администрации Ирина Назарева. От имени главы городского округа она вручила молодоженам цветы и подарки. Всего в Люберецком ЗАГСе свои отношения в этот день узаконили более 20 пар. И пусть будет жизнь ваша, освящена любовью, ветра и февроний. Луиса Игазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Кто-то только начинает историю своей семьи, кто-то делится мудростью семейного счастья. А вот многодетные Ярослав и Надежда Ольховский рассказывают о своем опыте. Как справляются с трудностями, как расставляют приоритеты в отношениях. Для них День семьи, любви и верности – значимый праздник. Свою историю они рассказали нашему телеканалу. – Папа! – Привет! – Привет, родные мои. – Привет. – Добрый вечер, папа. В коридоре однокомнатной квартиры Ярослава Ольховского семья встречает полным составом. Пятилетние озорники Сева и Савва, Кроха Есения и жена Надежда каждый вечер ждут возвращения любимого папы и мужа с работы. – К чаю, да, конечно, целый день работаешь. Когда какая-нибудь минутка появляется, я даже могу там фотографию посмотреть с детьми, что-то вспомнить, чтобы немножко отвлечься от работы. Ярослав зарабатывает на жизнь сборкой мебели. Он один кормит семью из пяти человек. Говорит, что в рецепте семейного счастья особых ингредиентов нет. – Никакого секрета нету. Как бы, ну, встретились два человека, полюбили друг друга. И не показываем там порой какие-то свои недовольства. До появления на свет двойняшек Сева и Саввы Ольховские пять лет ходили по больницам. Врачи говорили, рожать нельзя. Но, несмотря на все запреты, у Надежды получилось родить сразу двоих. Имя теперь уже многодетной мамы в этой истории приобретает дополнительный символический смысл. А недавно Надежда родила еще и дочку. В том самом роддоме, где появились на свет и ее первенцы, и она сама. – Очень приятно, когда эти женщины, которые находятся у нас в родильном доме, узнают себя. Когда говорят, ой, Татьяна Николаевна, а вы приняли вот как бы меня в руки, а теперь принимаете уже моего ребенка. Это, конечно, очень приятно, потому что прослеживаются поколения. Многодетная мама признается, что наслаждается декретным отпуском и на работу выходить не торопится. Ее главный приоритет – дать детям максимум теплоты, заботы и внимания. Когда забеременела третьим ребенком, родственники очень за это переживали. Как тяжело поднимать троих сразу. Наверное, есть такое святое выражение – Бог дал ребенка, даст и на ребенка. Вот, поэтому я так думаю, что наши дети ни в чем не нуждаются. А хорошее воспитание мы им точно дадим. Главное, чтобы они были крепкие и здоровые. Секрет семейного счастья для надежды – взаимопонимание. Уважение и умение договариваться – главные составляющие крепкого брака. Я, допустим, пытаюсь всегда вставать, ну, представить, как бы я поступила в какой-то ситуации, да, вот если мы начинаем ругаться, к примеру, чтобы вот, ну, сопоставить факты и поставить себя на место мужа, да, что ему не нравится, что мне. То есть самое главное – это, конечно, понимание, уважение друг друга и умение договариваться. Самая важная любовь – любить друг друга и любить детей, какие они бы не были, даже непослушных. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Интернет, современные технологии помогают быть нам сегодня на связи друг с другом. Однако даже в таких условиях роль ближайшего почтового отделения, почтальона, очень важна. 12 июля в России отмечают День почты. На Люберецком главпочтамте трудится целая почтовая династия. О рабочих буднях и домашних праздниках этой семьи в следующем сюжете. Эти парни отлично знают, что такое семейный подряд. На Люберецком главпочтамте вместе с Андреем трудятся две его двоюродные сестры – Елена и Ольга, которая, в свою очередь, замужем за Николаем. На работе мы все рабочие, ничего лишнего. То есть чисто работаем. Это и не помогает, и не отвлекает. То есть мы все сотрудники. Сортировочный цех – сердце Люберецкого главпочтамта. Именно отсюда корреспонденция отправляется в другие сортировочные цеха федерального значения. А затем уедет по стране и миру до конечного получателя. Ну а также сюда приходят посылки и письма, чтобы уже жители округа смогли их получить. Процесс приемки и отправки корреспонденции полностью автоматизирован. Каждая упаковка сканируется и попадает в базу. Мы работаем сутки трое, работают четыре смены. Мы одна из приказов. Ну вот, надо сказать, что этот транспортер не останавливает свою работу больше, чем, ну, может быть, даже на полчаса. Да, 24 на 7. Погрузка и разгрузка почты не прекращается даже в новогоднюю ночь и во все другие праздники. Посылки и письма сортируют по контейнерам. И уже после этого они отправятся по стране и по миру, чтобы найти своего адресатор. Осталось только запломбировать этот контейнер, ну, чтобы посылки были в целости и сохранности. Вы можете подумать, что в век информационных технологий все давно перешли на использование электронной почты. Но это далеко не так. Бумажная тоже актуальна. Вот только с начала этого года Люберецкий главпочтамт обработал около двух миллионов простых и заказных писем. Это штепелевочная машинка. Это тот самый штемпель, который получатель видит, когда письмо приходит к нему домой. А это святая святых почтового отделения, зал обслуживания клиентов. Нам удалось попасть туда, куда не ступала нога посетителя. Работа сотрудника почты трудная и напряженная. Именно сейчас, находясь в форме оператора связи и сидя на его рабочем месте, я понимаю всю ответственность этой работы. Елена Мартышова – еще один представитель почтовой Люберецкой династии. Она уверена, что не только в быту, но и на службе все четверо легко понимают и дополняют друг друга. День Почты России, как и все другие праздники, эта рабочая семья будет отмечать вместе. Мы объединяем людей, они общаются с помощью почты, а общение – это всегда хорошо. Пришло время восстановить свою физическую форму и проверить себя на выносливость. В Люберцах прошел первый фестиваль ГТО после снятия ограничений. Значок отличия попробовал получить и наш корреспондент Александр Колганов. Люберцы – территория спорта. Всем удачи, с открытием. Испытать удачу, а заодно и себя. На прочность и силу готов сегодня Андрей Лаптев. Нормативы ГТО он сдает впервые. Цель у 16-летнего юноши амбициозная. Андрей пришел за золотым знаком отличия. Сдача прошла хорошо, на мой взгляд. Я выполнил, получается, 4 из 5 норматива на золотую медаль. Не смог немного дотянуться по некоторым причинам на подтягиваниях. А так, в принципе, все хорошо было. 40, 41, 42. Именно столько раз нужно отжаться 16-летнему парню, чтобы получить золотой знак отличия. Ну вот в свои 32 года могу с уверенностью сказать, что это требует хорошей физической подготовки. Хоккейная коробка возле 28-й школы примеряет на себя летний формат работы. Ученики спортивных школ проверяют здесь свою физическую подготовку. Соблюдены все меры санитарной безопасности. Контроль температуры, средства защиты и социальная дистанция. Не допускают и массового скопления школьников. Нормативы в порядке очереди сдают 5 групп, по 45 детей в каждой. Мне осталось совсем немного для этого знака. И, в принципе, очень на это надеюсь, потому что все равно это как лишняя похвала для самого себя. ГТО – это не только проверка себя на выносливость. Золотой значок поможет Андрею и другим спортивным абитуриентам поступить в институт. Дети, которые поступают в этом году в ВУЗы, получают дополнительные баллы вступительным экзаменам до 5 баллов в зависимости от ВУЗов. Это тоже существенное такое дело. И ребята с радостью, особенно выпускники, сдают нормативы ГТО и получают знаки отличия. Люберцы в пятерке лучших среди областных округов и по количеству участников, и по результатам сдачи норматива в ГТО. Свой, возможно, золотой знак отличия, подписанный министром спорта России, Андрей получит через три месяца. Спорт можно назвать, в принципе, как смысл жизни для меня, потому что я посвятил ему 11 лет, даже 12 уже получается. И не хочется терять то, что было наработано стольким временем, потому что ты живешь этим, ты дорожишь этим. Для тебя в спорте у тебя и трагедии, и победы. Это твой мир, в котором надо состояться. Сдать нормативы могут не только школьники, но и местные жители. Испытания для каждой возрастной категории разные, кроме отжиманий в нормативах подтягивания, упражнения на пресс и гибкость, прыжки в длину и бег. Чтобы проверить свою готовность к труду и обороне, надо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и выбрать ближайший центр тестирования. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»